дмитрий расскажи пожалуйста куда мы пришли тут какие-то заросли люцерны мы находимся на небольшом опытном участке нашего хозяйства как я говорил ранее у нас преобладают суглинки и не все сорта люцерны способны здесь прижиться поэтому мы заложили здесь эксперимент вот как видим есть несколько результатов самый лучший сорт находится слева вот и в следующем году мы планируем засеять уже приличные площади ну для нашего хозяйства под люцерну чтобы у нас был собственный сенаж сена вот ну такой вот насколько я понимаю у вас и порядка 65 гектар общая площадь у нас 84 гектара из них 65 это пропашные вот на данный момент большинство земель у нас ушли под выращивание кукурузной силы также у нас есть почти 5 гектар сада и часть мы вот сейчас выделяем вот все в оборот под люцерну сад это отдельный бизнес и коровы едят же яблоки до сад это отдельно пока мы только только пробуем то есть вся корма заготовка все свое все 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 сочные грубые корма у нас свои мы покупаем только концентрированные корма высокобелковые вот и витамины для наших и выращиваете все здесь это был вокруг фирмы и да все здесь все локально все вот эти вот 80 гектар да все отлично что это за сорта люцерна здесь какие-то сорта сейчас сложно будет сказать но я помню точно что слева у нас находится багира вот два других гибрида я не помню вот там самый таки удачный самые сочные да здесь не было никакого полива здесь нет полива климат на нашей территории очень интересный мы находимся в предгорьях вот несмотря на то что в краснодарском крае в этом году была серьезная засуха нам повезло с дождями поэтому у нас неплохой урожай по кукурузе и плюс роса плюс роса да раз предгоре и люцерна довольно таки достойны дмитрий расскажите пожалуйста куда мы пришли это у нас силосная траншея да все верно это силосная траншея рассчитана на две с половиной тысячи тонн мы используем современные силосные гибриды кукурузы для выращивания и хранения нашей кормовой базы вот ну стараемся следовать тенденциям заготавливали в этом году по немецкой технологии это что такое за немецкой немецкой технологии это определенные тайминги в укладке слоев силоса использование современных плотных пленок с низкой проницаемостью вот ну то есть тайминг по укладке силоса до тайминг слои укладки силоса это круто использование самой тяжелой техники которые мы находили то есть приходилось даже нанимать хотел спросить техника в хозяйстве своя или наемных техника в хозяйстве практически вся своя за исключением заготовки силоса мы не можем так как мы микро ферма мы не можем себе позволить приобрести комбайн либо же трамбовочную технику поэтому ее берем в аренду вот корм заготовили на данном этапе вот трамбовочные это вот такие здоровые большие большие фронтальные погрузчики да с насадками вот значит заготовили мы весь объем уложились в три дня вот что очень неплохо по технологии по технологии да да здесь нету советского подхода как трамбовка всю ночь это не нужно когда нарушает структура силоса мы здесь закладывали в текну в течение светового дня с небольшим захватом до выпадения росы и после этого идет трамбовка в течение 6 часов после чего силос укрывается и утром при новом введении массы зеленый опять открывается часть ямы и продолжается трамбовка за счет этого влажность массы сохраняется на нужном уровне вот ну и как бы короткие сроки уборки они тоже очень немаловажно данном процессе дополнительно ничем не проливали мы используем биологические закваски на основе четырех форм молочнокислых бактерий вот которые включаются поэтапно в процессе сбраживания что также хорошо влияет на сам процесс сквашивания и на термоустойчивость продукта уже после открывания силосной траншеи здесь у нас насколько я вижу сенной склад и там мешки с каким-то кормом давайте поговорим о кормах до кроме силоса что у нас еще это наш синик здесь мы храним сено солому часть сена мы заготавливаем на своих полях солома покупная сено в принципе я делаю в крае солому то берете я все заделывают нет с фермерами на самом деле очень легко договориться она им не нужна проблем нет проблем нету мы до ближайшего соседа доехали попросили забирайте только в ограниченное время вот впереди находится наш мини комбикормовый завод пойдемте посмотрим сколько заготавливаете сена на на сезон в тоннаже порядка 300 так и вот мы пришли на корма смесители какие-то туда это самое простейшее оборудование для микрохозяйств то есть производительность него 600 килограмм в час комбикорма вот здесь используется дробилка смеситель гранулятор и парогенератор что у нас здесь вот я вижу кукурузу мы делаем лица свой комбикорм полнорационные используется пшеница и чмень кукуруза жмыхи отруби минеральные вещества гранулируются и отправляются в бункер на нашей роботной ферме кто составляет рацион мы прибегаем к консультациям наших партнеров которые помогают нам в составлении рациона в балансировании и они также поставляют нам некоторые компоненты нашего рациона так друзья перед нами антон главный специалист по кормлению на предприятии ключевское правильно представил антон здравствуйте раз рассказывайте пожалуйста про рацион чем кормите ваши коровок но рацион у нас однотипные то есть летом зимой весной накормим одним типом корма преобладает у нас силосный тип кормления ну вот в рацион ходит сена солома комбикорма жом свекловичный свекольный как-то говорит премиксы белка концентраты соевый соевый жмых жмых подсолнечный составляете вы соль мел составляете вы ну папа папа помогает нам консультант у нее более такая расширенная программа и то есть я провожу то есть у меня есть рацион я его подгоняю под свое стадо под количество под норму и производим кормление разные группы животных по-разному форме да конечно то есть сухостойный период там и так далее до половозрастные и сухостойные два вида сухостоя 1 2 сухостой нет или наши ну или тёлки старшего да они еще то есть сколько всего рационов получается 5 5 5 групп у нас есть группы животных но еще не считаю 0 2 но 0 2 до 0 2 это от 0 до двух месяцев понятно мы уже затрагивали вопрос по роботу который пододвигает у вас его нету но нету кто пододвигает кто у вас роботом работы но рабочие по уходу за животными также специалисты например человек занят естественно мы выйдем под объем ну никакой проблемы нет то есть это вопрос как мы с дмитрием уже затрагивали про экономическую составляющую да то есть пододвинуть не так трудно ну нет то есть приобрели до широкую лопату подошли обычная или да вот скрипки специальные у нас кормовые ну без без проблем понятно так давайте мы его посмотрим да отлично пахнет да ну вот структура однородная видим сено видим силос вот вот силос комби корму соевый белок жмых а комби корм сверху досыпаете или тоже все вместе перемешиваете нет в кормораздатчик кормораздатчик который да у нас производит корма смесь вот туда туда все ингредиенты со своей последовательностью с временем по загрузке конечно узнал что про закладку силоса нужно нужен тайминг да то есть и кормораздатчик не просто так все таки да конечно посмотри тут как все сурово отлично да то есть кормораздатчик например мы сначала закладываем сено потому что она более жесткая так сказать его надо ножами перемолоть потом идет уже комбикорм вода сила с последнюю очередь добавляется комбикорм я имею ввиду что комбикорм туда же входят и жмых но за своевый подсолнечный жром премиксы минералы минеральные добавки все ножи точите у корморазмесителей конечно они затупляются потому что они работают на самом деле это достаточно важная процедура она экономит и деньги и время в том числе да и если у нас будет структура неправильно например большая масса будет большого диаметра или наоборот перемолвана в кашу то мы сразу получим коровы не будет употреблять столько сколько надо и это все отражается на молоке у нас корова должна вот этими всякими так сказать острыми концами раздражать свой желудок чтобы рубец работал я правильно понимаю да вот то есть вот если в двух словах да да в двух словах то есть поэтому коровам нужен грубый корм они перемолотая каша каши каша не нужна да и Продолжение следует...